Как вы меняетесь как управленца? Я не могу сказать, что чудес не бывает на пустом месте. Какие замечания и задачи перед Минкультом были поставлены? Для того, чтобы понимать, куда двигаться, надо вначале понять, на какой стадии мы находимся. Все же ни на свадьбе не споешь, ни на мероприятиях. Как они пережили этот период? Государство не может же раздавать просто так деньги. Когда откроют двери наши театры? Категорически против цензуры. Цензура убивает творчество. Вот эта вынужденная пандемия, болезнь, коронавирус. У нас есть интеллект, у нас есть мозг. Этот мозг должен работать. Мы должны помнить, что каждый из нас – личность. Рада, здравствуйте. В не самое простое время мы с вами встречаемся. Как отрасль культуры пережила, переживает эти времена? Была ли, ну понятно, что была приостановлена деятельность, пошли убытки? Как вообще деятели культуры себя ощущают? Для нас действительно этот период, он очень непростой. Я не могу еще сказать о том, что мы вышли на докризисный период, особенно с учетом того, что еще не все учреждения культуры открыты. Мы одними из самых первых в России открыли для посещения музеи и библиотеки. За нами буквально с разницей в один-два дня последовали многие другие. И, безусловно, это не тот режим, который, работа учреждений, который был до пандемии. В библиотеке у нас только абонентское обслуживание, у нас нет работы читальных залов. А то, что касается музеев, посещения музеев у нас ограничены для организованных групп. Внутри помещений до пяти человек, а на улице до десяти человек с использованием специальных аудиогидов или приборов для усиления голоса гидам. Вы знаете, театр, буквально на этой неделе мы впервые открыли площадки для театрально-зрелищных постановок, культурно-надособоговых мероприятий. Они идут только на открытом воздухе, и тоже при ограниченном количестве людей, и тоже при соплюдении определенных требований к организации пространства. Также есть уличные кинопоказы. Говорить о том, чтобы сейчас в площадках уже театров и кинозалов начались показы, наверное, надо еще недельку хотя бы подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но есть еще второй показатель. Это число посещения мероприятий онлайн. Для нас это был прорыв. Вот в контексте культура онлайн это был реально год прорыва, потому что небольшие сельские клубы, крупные театрально-зрелищные учреждения, музеи, библиотеки, все настолько активизировали свое присутствие в социальных сетях, в интернете. Это просто невероятно. Но самое интересное, что мы получили на выходе, это невероятный рост целевой аудитории, которая раньше никогда не была нашей. Это молодежь, которая сидит в сети, очень-очень большие прослотки молодежной аудитории. Это подростки, это маленькие дети, которые сегодня активно присутствуют в социальных сетях, вот в контексте культурных каких-то онлайн-мероприятий, оставляют фидбэк, рефлексию свою. И это очень интересно. И самое поразительное, что вот рост целевой аудитории, он уже даже не в 10 раз. Бывают, были мероприятия, по которым был, превышал 20-30 раз. Например, каравон, вы знаете, это традиционный русский праздник, он обычно, в нем принимали участие 20-25 тысяч человек. Целевая аудитория в день проведения мероприятий была 580 тысяч. Сейчас число людей, которые просмотрели сюжеты, оставили свои комментарии, срефлексировали, это уже приближается к миллионному значению, понимаете. Что нам дал режим онлайн? Мы смогли не только показать вот такую вот ширму, да, вот вывеску праздника, да, то есть вот есть сцена, и там за сценой, то, что кто-то вышел, спел замечательно. У нас очень мощный был просветительский блок. Мы рассказывали о сути традиций. То есть, Града Кузьмин, сначала люди просто записывали или дома сидели, и исполнители какие-то пел песни, играл на инструментах каких-то. Это отдельная работа, это мастер-классы, которые записывались и выставлялись, да. Это полноценный, вот, например, 26 апреля, день родного языка, 9 мая, мы давали в формате фильма-концерта, который прошел на ТНВ, и сегодня он тоже, ну, он вызывает интерес. День русского языка, 6 июня, мы тоже давали в формате. И вот та атмосфера, которую удается воссоздать в рамках этих вот фильмов-концертов, она тоже уникальна. Если мы говорим о больших проектах, о крупных проектах, да, музейных проектах, театральных, то, конечно, без Ютуба мы здесь не обойдемся. Вот, но то, что касается онлайн-трансляций, конечно, вот онлайн-концерты, онлайн-проекты очень хорошо сработали в ВКонтакте. Там самая широкая аудитория, вот как ни странно. Ну и одноклассники, это тоже отдельная тема. То есть на каждое событие, на каждый ивент есть своя целевая аудитория, и эта целевая аудитория мы при выборе социальной сети, которая будет основной площадкой для трансляции данного проекта, мы понимаем, на какую в первую очередь целевую аудиторию нацелен данный проект. И вот это умение работать с социальными сетями, с интернетом, с Ютубом, со своими сайтами, это очень большой опыт. Сегодня мы уже и на федеральном уровне выступили с инициативой, что ни в коем случае этот опыт нельзя упускать. И сейчас у нас идет доработка в том числе форм статистической отчетности по нашим учреждениям, в которых эта форма активности будет выведена в отдельную отчетность и будет уже мониториться. Потому что мы поняли, что оффлайн — это не все, культура не может сегодня быть только оффлайн. Но самое интересное, что аудитория не только разнообразилась именно в контексте возраста, но еще и территория. Почему? Потому что у нас Атнинский театр, мало того, что он показывал эти свои спектакли, он еще и продавал билеты, и покупателями платные услуги, которые потребляли татары, проживающие в Финляндии. Покупали билеты татары в Финляндии, финские татары. Но это как благотворительность, наверное, это же не платный доступ. Почему? Нет, мы с вами, мы научились, воспользовавшись моментом, мы опробировали вообще, что спектакль может идти не только в записи старые архивные спектакли, но и актуальные современные постановки. Они могут транслироваться уже как полноценный культурный продукт. И его, в общем-то, билеты на него приобретали. Преуспел Камаловский театр. У них была свободная стоимость пока на период адаптации этого проекта. У них была стоимость, которую устанавливают самостоятельно люди. И цена варьировалась. То есть, сколько я считаю нужно, сколько я и заплатил. От нуля до трех тысяч. Вообще, общее количество, у нас есть общее количество просмотров. То есть, вот я могу сказать, что за первые два месяца только, когда вот самый большой спрос был тогда. Когда люди сидели по домам, да? Да, когда вот период самоизоляции. У нас за апрель месяц мы достигли порядка 8 миллионов просмотров по мероприятию в сфере культуры. Как вы меняетесь как управленца? Ведь это же новые компетенции. Вам пришлось обучать персонал, обучаться самой. Понятно, что мы в информационном плане, одна из самых продвинутых территорий в России, также и отрасль культуры не отстает. Но, тем не менее, это же очень мощный, за короткое время вы должны были сделать рывок. Как вам это удалось? Вот смотрите, я не могу сказать, что чудес не бывает на пустом месте. Во-первых, мы к этому шли достаточно долго. И объективно Республика Татарстан в контексте решений по IT в сфере культуры она достаточно устойчивая позиция занимает. Настолько устойчивая, что сегодня Министерство культуры Российской Федерации планирует на базе нашего Института культуры открыть общероссийскую площадку по повышению квалификации в сфере IT-компетенции, в сфере культуры. Извиняюсь за тавтологию. Где будут рассматриваться в первую очередь наши решения. Но у нас есть вот этот период, он выявил перспективы развития, направление развития. Мы поняли, чего нам не хватает. Мы слабы в таргетировании сегодня. Мы не доходим до целевых аудиторий, адресно не доходим до целевых аудиторий. У нас сейчас ведутся работы с Яндекс, с МТС, с нашими татарстанскими компаниями, по тому, чтобы мы развивались в этом направлении. В каждом клубе есть интернет, скажите. Сейчас же проблема со школами решилась. Широкополосный. Вопрос качества интернета. Школы решили, да, в первом сне себе. А учреждения культуры, да. Вопрос качества интернета. Широкополосный интернет. Вопрос качества интернета. Качественный интернет не во всех клубах есть. Но я еще раз повторюсь, есть три вещи, да, три вещи составные, которые в любом случае нужно развивать. Первая – это железо. Первое, вы абсолютно правы, то, что касается интернета, то, что касается современных компьютеров, и не только компьютеров, современного оборудования, которое осуществляет трансляцию и так далее. Вот это вот первый блок, это то, что касается оборудования необходимого и сети. Второе, это контент. Вот контент у нас сегодня люди стараются создавать. Еще раз повторяю, сегодня есть у каждого в телефоне возможность что-то выставить. Спеть, сплесать и выставить в интернет. Вы знаете, поразительно, люди уходили, вот у нас были, мне показывали записи в одних библиотеках, когда библиотекари со своими детьми сидят дома, организовывали даже занятия, там, какой-то зарядкой, йогой и так далее, выставляли это на страничке своего, в Инстаграме, например, да, или онлайн-трансляцию в Инстаграме делали. То есть, да, причем это не зависит от возраста, это не только молодые, там специалисты делали, люди среднего возраста и даже старшее поколение очень активно присутствовало. Ну так, креатива много было, и наши артисты очень креативили, сидя дома, да, и музыканты, и профессиональные, и непрофессиональные. Второе – это контент, и третье – это все-таки системные вещи. Системные вещи – это системы учета, системные вещи – это анализ, авторизация доступа, да, системные вещи – это то, что касается защиты авторских прав, потому что здесь очень много, очень много вопросов, которые требуют действительно взвешенного осмысления и решения. На последнем совещании, вот недавно, где-то неделю-две-три назад, которое президент проводил по IT, какие замечания и задачи перед Минкультом были поставлены? Если вы помните, президент очень правильно высказал свое отношение ко всему этому. Он сказал, что для того, чтобы понимать, куда двигаться, надо вначале понять, на какой стадии мы находимся. Где мы находимся. Вот у нас скоро откроется выставка галереи современного искусства Булат Галеева. Мы обязаны, потому что, в принципе, Булат Галеев, он стоял у истоков медиаиндустрии в мире. Первая святомузыка, вы знаете, клуб «Прометей», который у нас был, это было целое движение. Да, да, да. Поэтому все его устройства, которые он пытался совместить, эстетику, звук, цвет, это же как раз и были первые шаги в мире медиаиндустрии. И в данной ситуации мы просто обязаны быть сегодня лидерами в этом. Магию сцены никто не отменял, правильно? Магию живого голоса, магию театра, когда действо и все это таинство, оно возможно только при личном каком-то общении. Вот эти моменты, как переживают они, что ли, артисты? Очень переживают. Все же ни на свадьбе не споешь, ни на мероприятиях. Сейчас уже начали петь и на свадьбах, и на мероприятиях петь начали. Вот, ну, только-только начали. А ведь они, как они пережили этот период? Тяжело. Какую поддержку вы оказывали? Может быть, гранты какие-то? Сколько человек у вас на удаленке сидело? Вот смотрите, во-первых, артисты, они находятся все, большая часть из них эстрадные артисты, они находятся в свободном плавании. То есть они даже не приписаны ни к какому учреждению. И вот нам на самом деле достаточно, ну, вот я с коллегами тоже разговаривала, те, кто в прошлом году зарегистрировался, у нас большая часть артистов как самозанятые зарегистрировались. Вы знаете, что на федеральном уровне был пакет льгот. Если это самозанятые, им возвращались деньги, которые они уплачивали в прошлом году и в начале этого года в качестве налога. То есть артисты тоже могли попасть под программу. Конечно, те, кто был официально зарегистрирован, они вот попадали под эти системы меры государственной поддержки. То есть есть смысл легализации, да? Не просто там уже в карман со свадьбы положил и успокоился. Те, кто не уплачивал налоги, им повезло меньше. Но я еще раз повторяю, у артистов был очень сложный период, и мы не могли бы, ну, вы поймите, тоже государство не может же раздавать просто так деньги. Это тоже невозможно. То есть у нас тоже есть своя система ответственности и так далее. Были системные меры... А у вас просто их нет физически, не предусмотрено же. Были системные меры поддержки, которые, вот, они были реализованы. И, конечно, создание контента, то, что мы создавали контент, это тоже шовно-возвездная основа, поэтому какие-то проекты мы оплачивали. Вы оплачивали. А скажите, а вот официально работник культуры, они же у вас тоже на изоляции сидели? Ну, они получали зарплату, да? У нас заработная плата не упала по итогам бюро по угодам, даже несколько выросла. А сколько человек вы отправили, вы вынуждены отпускать, порядок? У нас вынуждены отпускать, удаленка, это разные вещи. Вынуждены отпускать мы не отправили никого. Так, а на удаленке? На удаленке у нас учреждения находились один месяц. Один месяц все, да? Практически все. Когда откроют двери наши театры? Вот правильнее сказать, когда у нас будет ситуация в республике такая, чтобы театры могли свои открыть дверь. То есть вопрос не к вам, как только ситуация, так и двери. Да, у нас на сентябрь мы билеты продаем на 50% зала, но как будет складываться ситуация, мы продаем пока на свой страх и риск. У нас есть спектакли уже на конец, августа поставлены, я не знаю. То есть можете вернуть? Мы можем, в случае чего мы вернем их зрителям, мы пока эти деньги не расходуем от проданных билетов. Просто нужно понять, что для нас внебюджетные доходы очень важны. Учреждения культуры в прошлом году заработали больше миллиарда рублей, почти полтора миллиарда. Это большие деньги для нашего бюджета. Все это, большая часть, 75, не менее 70% заработанных средств, оно идет на выплату заработной платы. Остаются в театре? Остаются все, просто 75% идут на зарплату. Поэтому билеты мы начали продавать. Как это будет дальше? Мы сами мотивированы, чтобы хотя бы полгода у нас был театральный сезон. У нас очень много фестивалей проводится, крупных мероприятий с участием большого количества гостей. Ну, как Нуреевский фестиваль, Шаляпинский, еще другие фестивали. Как сейчас с ними быть? Шаляпинский мы провести успели, но Нуреевский фестиваль мы вынуждены будем отменить, потому что мы хотели провести, у нас была, обсуждали мы с Руф Аль Сабирычем, мы хотели провести его в декабре, но у нас есть, во-первых, еще ограничения на приезд иностранных исполнителей. Поэтому слишком много вопросов мы не сможем просто в этом году на должном уровне провести. Так же, как и фестиваль мусульманского кино. Я читала отклики по кинофестивалям, прошедшим в формате онлайн. Это все-таки сложная история, и сильные фильмы, они боялись обеспечивать онлайн-доступ. И поэтому, получая такой сублимированный продукт, не хотелось бы все-таки в фестивале, это история оффлайн, понимаете, потому что здесь важна энергетика, здесь важна коммуникация. И я соглашусь с вашим предыдущим тезисом, что все-таки культура, ее все, это только инструмент. Один из инструментов маркетинга, один из инструментов продвижения культуры. Но невозможно всю культуру загнать в онлайн. Понятно. К столетия СССР что-то будут деятели культуры делать? Будет какой-то концерт, будут какие-то, может быть, уличные мероприятия? 30 августа у нас подготовлена обширная программа. Вы знаете, я очень не люблю, когда в контексте столетия и празднования юбилея нашей республики люди говорят больше о каких-то разовых мероприятиях. Это неправильно воспринимать праздник только как отчетный концерт или как все что-то. Я думаю, что ключевым событием будет открытие нашего нового здания Национальной библиотеки. Вчера, когда мы с журналистами общались на презентации этого здания, я привозила наши книги из Национальной библиотеки XVI века, XVIII века, XIX века. Это наше национальное достояние. Понимаете? Самое страшное, что у нас есть Шагубодин Марджани. Мы не все его произведения сегодня публикуем, переводим современную транслитерацию. И не все произведения мы можем понять. Вот понимаете? Это же очень важно. Не просто прочитать, а понять. Этот ментальный разрыв, его все-таки нужно как-то выравнивать. Кто-то специалисты, которые объясняют, разложат по полочкам. Безусловно. Я считаю, что основная задача сегодня культуры – это просветительская. Мы об этом говорили в прошлый раз. И мы считаем, что одна из самых страшных проблем, которая стоит перед культурой – это маргинализация общества. Это нивелирование ценности культурных благ. Вы знаете, я считаю, что культура сегодня просто обязана срефлексировать. Такого беспрецедентного внимания к отрасли, как сейчас, и в нашей республике, и в России в целом, и в мире в целом не было никогда. Я очень часто в последнее время привожу такой пример. Один из симптомов коронавируса – это отсутствие обоняния и вкуса. Что такое культура? Культура – это то, что дает нам вкус окружающего мира, ощущение окружающего мира, вкус к жизни, если хотите. Мы очутили сейчас, что такое не чувствовать запах и не чувствовать вкус пищи. А вы представьте, что настолько у нас атрофированы сегодня души, что мы не понимаем вкус духовной пищи. Понимаете? У нас нет осмысленности. У нас люди… В этом плане мы тяжело больные. Да. Вот это… Коронавирус души, да? Коронавирус – это физиология, да? Это здоровье. Но вот есть еще болезнь общества именно в части духовности. Это то, о чем говорит Рустам Нургалевич. За последние… Вот Рустам Нургалевич 10 лет, да? За 10 лет 10 миллиардов инвестировано в музеи. Но это не только Казань, понимаете? У нас ДК «Энергетик». Потрясающая площадка сегодня завершается. Ремонт в набережных Челнах. Дворцы культуры практически во всех муниципальных районах. Они на должном уровне. У нас в городах-миллионниках. Не во всех такие дворцы такого качества, как и наши дворцы культуры в небольших населенных пунктах, да? В небольших районах. Очень много делается. У нас создаются все условия для творчества. Ведь для творчества самое важное — это создание условий. Вот условия все созданы. Есть площадки, есть ресурсы, есть возможности. Твори. Очень много мы вкладываем в систему образования. Самое главное — это осмысленность творчества. Чтобы это творчество не призывало к негативу. Вот мы очень много говорим сегодня о художественном экспертном совете. Я против цензуры. Я всегда это говорила. Я категорически против цензуры. Цензура убивает творчество. Но деятели культуры и искусств, лучшая их поддержка, лучшая их поддержка нашего президента — это та ценностная модель, которая заложена в его статье, чтобы она все-таки лежала в основе его творчества. Но нельзя останавливаться. Нам еще много предстоит сделать. Ну, что он сейчас становится, не даст. Он же и спрашивает очень серьезно, как я понимаю. Да, да, да. Это же хорошо. Вы же отвечаете перед ним тоже за какой-то результат. Как он спрашивает, скажи мне. Вы знаете, я шутку отвечаю, что у нас же, вы знаете, суббота у нас рабочий день. И вот у нас идут три совещания в субботу. Каждое утро с восьми утра в восемь в восемь тридцать и потом инвестиционные проекты. И вот инвестиционные проекты я очень часто, он меня очень часто поднимает. И я смеюсь каждый раз, что главный строитель. Но это же такое счастье, что такие крупные объекты у нас сегодня реконструируются, строятся. Вот, и тоже я часто привожу этот пример. Туфан Минулин в свое время, да, он говорил о том, что можно сказать, что в республике Татарстан все хорошо с культурой, если, по крайней мере, будут решены три вопроса. Я утрирую, там речь была немножко масштабнее, но первая — это Национальная библиотека, вторая — это Набереженчонинский драмтеатр, а третья — Нижнекамский драмтеатр. Вот я могу с спокойной совестью сказать, что, слава богу, в прошлом году Нижнекамский драмтеатр отремонтировали, сейчас еще там дорабатывают по детской студии. Набереженчонинский драмтеатр мы, Алаберса, в сентябре откроем. Библиотека национальная в НКЦ вот уже в августе она начинает уже фонды перевозить. Понимаете? Вот это реально, это то, что это реально делается. Нам полностью отдали Казанский Кремль. Где еще сердце региона полностью отдано музейное пространство? Вы знаете, что присутственные места полностью идут под музеификацию. И там тоже будет один из ярких, один из крупных музейных проектов, очень амбициозный проект. Наш музей археологического дерева, конечно, это все... Вот преемственность, снова возвращаясь к ценностям, да, преемственность — это основа культуры и основа нашей республики. И Ментимир Шарипович, он очень внимательен тоже к отрасли культуры. Вы знаете, что он курировал, он вел проект, это под его кураторством шел проект «Болгар-Савияжск» на протяжении почти 9 лет. Создан музей археологического дерева. Музей археологического дерева, Мотуш — это один из уникальных музеев дерева в мире. Он в прошлом году взял в Шанхае золотое гран-при за музеификацию, за цифровые аспекты музеификации. Нам есть чем гордиться, надо увидеть хорошее. Вот эта вынужденная пандемия, там болезнь, коронавирус, все равно нужно искать какие-то положительные вещи для общества. И это заставило нас заглянуть внутрь, посмотреть, кто рядом с тобой, оценить духовную теплоту общения с близкими, в том числе, с которыми мы больше времени стали проводить, ну, проводили в какой-то момент. В этом хорошее. Что есть человек? Что отличает человека от животных, от таракана, от муравья? У нас есть интеллект, у нас есть мозг, и этот мозг должен работать. Мы должны анализировать, мы должны заниматься осмыслением собственного опыта, пройденного пути. В последнее время мы слишком бежали. Вот этот бешеный темп, это стало нормой нашей жизни. Он во всем присутствовал. Мы не любим долгие совещания, мы не любим долгие разговоры, мы не любим долгие встречи. У нас это все утомляет, понимаете? Мало кто высидит два часа спектакля в театре. А спектакль, для меня это особая боль, потому что вы знаете, что додинские спектакли, спектакли не крошатся, они все длинные. Опять шесть, семь, восемь часов, я не знаю. А люди у нас, они начинают, ой, полтора часа, нет, вот что, надо бежать, вот что, ну это же кошмар. Нам в жизни не хватало осмысления. Человек отличается тем, что он имеет способность, у него кроме инстинкта есть еще аналитическое восприятие, то есть есть еще управление последующими своими решениями на основе анализа предыдущего. Переварить надо. Да, да. Вот пандемия показала, что нам этого крайне не хватает в жизни. И у всех, и у нас была возможность вернуть себе компетенцию коммуникации внутри семьи, да, обращение к каким-то ценностным вещам, да, кто-то о религии. И почитать книжку, почитать книжку, посмотреть хорошие фильмы. В кино залезть, посмотреть. Да, то есть это очень важно, понимаете. Вообще человек должен развиваться, он должен... Это страшно, что вот я просто и снова, вот меня ужасно вот оскорбляет, когда в библиотеках говорят, что книги нужно оцифровать и выкинуть. И я вчера показывала вот эти книги, вы считаете, что... Как как его, да. Вот этот рукописный Коран, который вот, да, вот буквально 7 на 5 сантиметров, вы считаете, что оцифрованный он будет иметь ту же ценность? Цифровая, это копия. Цифровая, это только копия. Вот мне кажется, что культура, искусство, и статья Рустама Наргалевича это подтверждает, она... Он же очень правильно сказал, мы не должны допускать, чтобы мы стали сувенирным народом. Вы знаете, в чем отличие сувенира от народного художественного промысла? Знаете? В чем? Народный художественный промысел, он всегда и содержит элемент вариативности, он уникальный, он никогда не повторяется. Кручная работа. Любое произведение искусства, оно никогда, оно уникально, оно не имеет клона, оно не повторяется. А сувенир, он может быть оттиражирован. Это тираж, это поток. Вот каждый человек, он уникален. И нельзя допускать, чтобы мы становились обществом унифицированных сувенирных людей. Мы должны помнить, что каждый из нас — личность. И идентичность каждого человека, она уникальна. И культурный код каждого человека — это рецепт, наш внутренний генетический рецепт, он уникален. И тогда мы будем интересны и себе, и нам будет интересен мир вокруг нас. И у нас будет мотивация изучать себя и свое место вот в этом непростом, но безумно интересном мире. Отлично. Вот на этих классных словах. Позвольте вас поблагодарить и пожелать удачи, успехов и здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитр DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...